И просто вот так вот буду всё это наносить. Вау, смотрите! Вы готовы увидеть меня с розовыми волосами? Мне страшно! А я же не прочитала инструкцию. Привет, мои хорошие! С вами Сирена Свой. И сегодня у нас будет ванна красоты! Ура! Я буду красить свои шикарные волосы в розовый цвет. Не думайте, что я совсем прям такая обалдела. Обалдела, прям сейчас я покрашу свои волосы стойкой розовой краской. Нет! Я хочу протестировать красочку от L'Oreal Clorista. Я в прошлый раз, по-моему, тестировала какую-то краску, но она совсем временная, то есть мы ей накрасили и пошли смыли, и всё. А вот эта красочка, она идёт на 5-15 смываний. Такой бальзам, ну бальзам-краска. Прям аж даже немного страшно, честно говоря. Если она смывается не с первого раза, уже страшнее, что она может быть как краска. В общем, этот цвет фламинго. Он такой должен быть нежный-нежный розовый. Тем более, у меня уже немножко, видите, мне нужно потонировать волосы полностью, чтобы они были одного цвета. И перед тем, как тонировать, я решила покрасить их в розовый цвет. Ну, здесь уже есть. Немного где-то жёлтенькое тут выглядывает. Потому что у меня где-то была обесцвеченная полоска, вот так вот. Я шампунями там ещё против жёлтизны пользовалась. И, короче, они у меня немного такие какие-то разноцветные. И как раз время поэкспериментировать. Для этого подходит всё к разным абсолютно волосам. Ну, не тёмным, да, вот светлым. Средний русел, светло-русый и блондин. Блондинка вообще идеальна. То есть, на мой цвет волос должно супер быть. Но я не знаю, что. Но я не знаю, что и не знаю, как. Вот здесь варианты какие могут быть. Вот, как видите, да, мой блонд где-то посредине может быть. Красивый должен получиться цвет. Приступим тогда. Что у нас здесь внутри? Внутри у нас инструкция. Кстати, здесь можно красить этой красочкой. Инструкция, как делать омбре. Инструкция, как делать мелирование такое. Ну, и полностью закрасить. То есть, мне кажется, это очень круто. Для начинающих. Вот, три варианта. Видите? Первое, это по всей длине. Второе, это омбре. И третье, это мелирование. Самим себе мелирование сделаю. Ну, я не буду изощряться. Я не люблю всякие разноцветные полоски. Ну, не то, чтобы не люблю. Ну, мне сейчас очень хочется сделать. Просто полностью закрасить свои волосы. Единственное, за что я ещё переживаю. Хватит ли мне всего этого тюбика. Но бальзам, он должен быть такой жидкий, да. Это должно хватить. В общем, открываю. Здесь перчаточки у нас. Люблю всякие такие средства, что не нужно там, знаете, кисточкой наносить. Сейчас я расчешу мои волосы. И просто вот так вот буду всё это наносить. Даже не знаю, стоит ли его заранее наносить в какую-то мисочку. Или не стоит. Кстати, цвет сейчас покажу. Один перчаток. Вау, смотрите. Тут две пары перчаток. А это типа... Это типа может быть не на один раз. Целая вот такая туба, возможно, не на один раз, если кто-то делает просто прязики, да, какие-то. Мы делаем всю голову, все волосы. Поэтому нам, возможно, одного не хватит. Вторая пара перчаток останется на прозапас. Использовать буду расческу, которую я купила в Фикс Прайсе. Уже о ней говорила. Эта расческа мне очень нравится. Именно с ручкой. И у неё мягкие такие вот здесь вот ворсинки. Что когда ты с кожей соприкасаешься, вот здесь вот кожу не травмирует. Не больно. Ну, лично мне. Потому что с другими расческами было больно. Я нормально одела перчатки и начинаю расчесывать волосы. Это так неудобно. Не повторяйте моих ошибок. Всё электризуется теперь. Жесть. Вы готовы увидеть меня с розовыми волосами? Я заранее одела футболочку, которая у меня уже тут немного внизу испорченная. Вот. Поэтому мне не жалко её испортить дальше. Чё, поехали? Я не знаю, блин, как делать лучше. Давайте покажу вам цвет. Давайте покажу вам цвет. Ой, господи. Вот отвлекаться, значит, что. Вот такой вот цвет. Даже если вот такие прям будут. Клёвые, да? Единственное, за что я переживаю, что если с тюбика вот так набирать, то я не увижу, сколько там осталось ещё, как вообще. Короче, я сейчас буду делать просто трэшово, поэтому не судите строго. Чисто интуитивно, всё на интуиции. В общем, наливаю на руки. Нормально налила, не пожалела. Блин, сейчас всё будет в это. В раковину положи. Теперь беру вот так вот. Гелеобразное немного. И, короче, делаю вот так. Блин, надо было, наверное, реально футболку эту даже закрыть. Так. Мне страшно. Так. Возможно, это что-то я делаю неправильно. Нельзя было так делать. Ещё выдавливаю. Может быть, у меня и получится какое-то амбре непонятное. Поэтому я решила так немного снизу начать. Видите, вот уже амбре получается. Мне кажется, надо было две краски брать. Прямо вот амбре и получается. А что, если взять теперь расчёсочку и причесать? А, расчёска синяя. Слушайте, волосы как следует, я смотрю, тут пропитались. Схватился сразу розовый цвет. Тут ничего получается, да? Передние пряди яркие, а сзади такие не очень яркие. Продолжаем разговор. Вот и всё. Вот и конец. На кончике сделаем побольше. Чтоб типа амбре было конкретно. Не получилось у нас делать полностью волосы. Ну, может, оно и к лучшему. Делаем вот такие яркие кончики. Сильно-сильно кончики. Немножко вот тут вот мы сделаем пятна. Может, и не надо было их делать. Но это же я. У меня всё через одно место. Чё получится? Хрен его знает. Может, получится всё в голове сделать. Хотя бы сверху сделать вид. Типа она вся у меня розовая. Что там сзади? Не представляю. Но это же может быть такой интересный эффект амбре тоже, да? Когда вот так вот сверху, короче, розовая. Прямо вот так. Здесь увидели. Чё там сзади, девчонки? Трэш? Я знаю! Ну, то есть, вы своими глазами видели... Видела? В общем, вы своими глазами видели, какой трэш. И как я всё это наносила на свои волосы. Мне аккуратно всё вот так вот. Как придётся. Вообще, мне бы ещё одну баночку было бы круто. Такая баночка одна стоит там 350-390 где-то рублей. Я бы ещё намазала бы одну. Но я взяла одну. А значит, нам нужно справляться с одной. Я же так не пойду в магазин за краской ещё одну. А я же не прочитала инструкцию. Давайте прочтём. Может, я ещё забыла. Так, предварительно надев перчатки, выдави красящий бальзам на руки. Всё сделала правильно. Нанеси красящий бальзам на всю длину, добавляя необходимое количество до тех пор, пока не пропитается вся масса волос. Использую перчатки, тщательно промываю волосы без шампуня. Как? Надо было на чистые делать, пока вода не станет прозрачной. Блин, красящий бальзам уже обладает кондиционирующим эффектом, поэтому не нужно дополнительно использовать бальзам и поласкиватель. Просто высушившие волосы. Девочки, я делаю это не на чистые волосы. Блин, ну ладно. В общем-то, всё правильно сделала. Единственное, что надо было делать на чистые волосы. Блин, а что, ждать не нужно, что ли, вообще? Там написано смой. Вообще не написано, сколько ждать. Можно ещё расчесать, короче, здесь повыравнивать, оно всё впитается, а потом смывать, ничего не же ожидали. Страшно смывать, и кажется, всё смоется, сейчас ничего не остается. Ну, в общем, знаете, что я ещё сделала? Я взяла сейчас бальзама, вот у меня какой-то, да, бальзам есть, я вот так его взяла, и вот на одну часть я распределила его, чтобы лучше было расчесываться. Ну, особого понка я никакого не увидела, короче, всё как было, так и осталось. А здесь не она не носила. Короче, мне кажется, оно всё впиталось, как нужно, и, в общем, я иду смывать. Посмотрим, что будет. Ну что, мои ласковые лебецуха? У-у-у-у, фу-у-у, бецуха у меня нормуль, да? Хотя я ничего такого не делаю. Короче, помыла я волосы, не использовала шампунь. Сам этот бальзам, он как бальзам должен быть классный, но так как я нанесла ещё сверху, да, бальзам, то у меня вообще суперклассно было на голове. Всё смывала, смывала, смывала. Ну, короче, вода прям не прям идеально прозрачная, но уже, блин, по-моему, краска смылась. Ну, не с волос, я имею в виду, а вот остаточная. Вот, я уже увидела, что цвет стал более светлее. Мне кажется, он подсушится, реально будет не такой яркий, как мы с вами наносили, да, такой прям, фью, кислота, а более такой, короче, фламинго. Ну, только я, получается, волосы-то и не помыла голову. Просто сполоснула водичкой. Кстати, я никогда так не делала в жизни, чтобы просто сполоснуть волосы водичкой. Мы заодно посмотрим, что за эффект. Продержится ли моя голова хотя бы день ещё чистый? Или нужно будет мыть её? Так, ну, смотрите. Кстати, пока всё это смывалось, оно там всё перемешалось, и, мне кажется, ещё стало более однородным, таки, не знаете. Я хочу попшикать чем-нибудь волосы. Например, Estelle Diamond Opium. Мне как-то посоветовали. Тут, короче, ну, типа масла такие. Пахнет вкусно. Настроение хорошее. Чтобы вы понимали, мои волосы вообще не расчесываются мокрые. А вот с этими всеми бальзамами и масочками, смотрите. Всё супер, ничего не тянет. Ну, я не чувствую, в всяком случае, тяж бы волос. Ну что, на мокрых волосах вроде ничего тогда смотрится. Надо посушить, посмотреть. Шо вы то и получилось там. Сейчас высушу вам одну прядочку впереди. Посмотрим. Итак, вот я кусочек подсушила. Смотрите, какой красивый нежный цвет. Вроде бы и не видно каких-то моих вообще косяков, которые были. Ну, давайте теперь просушим всё полностью. И посмотрим, как оно смотрится в общем. Смотрите, мои хорошие. По-моему, получилось очень неплохо. Такие небольшие плавные переходы. И даже при том, при всём, как я красила, мне кажется, что хуже меня уже из вас никто не накрасит. Я просто вот-вот, как придётся. Ну, это я. И при этом получилось очень хорошо. Цвет на самом деле нежный. Не знаю, насколько передаёт камера. Вот видите, вот так делаю. Яркий такой, да? А вот так вот нежный. Вот он в жизни вот такой вот. Не вот такой яркий, где тени падают, да? А вот прям нежный, нежный. Такой красивый. Сейчас я ещё пойду при свете дня вам покажу. Но мне кажется, очень ничего. В целом какой-то розовый такой получается. И с белым вот очень хорошо сочетается. Даже если бы я сюда не наносила бы его, он бы тоже очень хорошо сочетался. Вот смотрите, да? Вот из белого выходит. По-моему, очень хорошо. Тут немного из жёлтого тут немного выходит. Вообще, я заметила, что все, кто носит розовый цвет волос, у них всё время проблема с корнями. Либо отросшие корни, там уже где-то жёлтая, потому что, чтобы получился такой красивый цвет, волосы должны быть светлые, обесцвеченные, да? Чтобы вот прям вот фламинго получился классный. Поэтому здесь на корнях вечные проблемы. И даже я себе представила, что если будут идеально такие розовые волосы, без тёмных корней, без лёгкой желтизны, уже что-то не то. Уже какая-то неестественность, как парик или ещё что-то. Поэтому я не парюсь по поводу того, что здесь может быть что-то не совсем идеально. Это нормально, он придаёт такой, знаете, немного даже образ. Вот я смотрю, например, Водоная выходила с розовыми волосами. У неё тоже нет-нет, что-то было там с корнями, да? Потом Кафельникова красила волосы свои тоже в разные там зелёные, что-то такой цвет. И тоже у неё на корнях что-то всё время непонятное было. И это придаёт такой, знаете, какой-то хиппи стиль, что ли. И такое, знаете, немножечко отдел, там у себя что-то небрежно надел, 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 не важно. В общем, отдел что-то такое, надел. И, в общем-то, и пошёл. И волосы у тебя не идеальные, и сама ты не идеальная. И, короче, ты просто крутая, не идеальная девчонка. Вот такие дела. Ну, мне очень нравится, я довольна. И вот сейчас моя душа прям залилась розовым цветом. Как я вам уже говорила, розовый цвет, он у меня в душе. Но единственное, что все цветные и разноцветные вещи, они почему-то мне очень быстро надоедают. Поэтому я блонд по своей душевной природе. Но розовый заполняет мою жизнь, и иногда он должен быть. Вообще, я ещё буду экспериментировать. У меня есть ещё идея, как сделать яркий цвет окрашивания, яркий цвет волос. В общем, есть идея, и думаю, что тоже её скоро сделают. Так что не думайте, что я перестала экспериментировать с волосами. Вот, давайте посмотрим сзади. Надеюсь, сзади нормально. Напишите в комментариях, нормально сзади? А то я не вижу. В общем, вот так. Пойдёмте смотреть при свете дня. Так, вот мои хорошие при свете дня. Как я вам говорила, цвет очень нежный, да, практически от блонда не отличается. Там я вам показывала всё это с лампой, вот она у меня там горит. Здесь уже без лампы, просто чисто дневной. Всё, мои хорошие, я очень довольна окрашиванием, очень довольна этим бальзамчиком. Мне нравится пигмент, мне нравится нанесение. Единственное, что я взяла бы, наверное, второй. Попробовала накрасить прям полностью-полностью волосы. Но и так тоже хорошо. В следующий раз, когда я буду красить, я буду, например, до половины красить, потому что, мне кажется, из белого, если бы оно выходило, было бы даже ещё и лучше, а не полностью голова, то есть амбре было бы хорошо. Вот. Так что экспериментируйте. Посмотрим, как оно будет всё смываться. И это вы сможете увидеть либо в видео моих, либо сможете увидеть это в Инстаграме. Я оставлю здесь свой Инстаграм, можете спрашивать у меня, потому что в видео не всегда всё прям сразу. А там в Инстаграме это сторисы, то есть каждый день можно наблюдать, как смывается краска и вообще, как я выгляжу в реале. А не здесь такая. Всё настроила, камеру, все дела. Всё, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан, впереди много интересного. Пишите в комментариях, как вам цвет, как вы относитесь к цветному вообще окрашиванию, собираетесь ли вы этой весной окрашивать свои волосы в какой-то новый для вас цвет. Всё. Люблю, целую, пока-пока! Слушайте, да, и волосы кажутся чистыми. Я смогу походить ещё пару дней, хотя шампунь не применяла. Кайф. Кайф. СТОН КАФИ. Продолжение следует...